Школьник в Улан-Удэ, пытавшийся топором зарубить сверстников, пермские мальчики, напавшие с ножами, московский десятиклассник, застреливший учителя из папиного ружья, псковский Бонни и Клайд, атаковавший полицию, а потом себя. Привет. Психологи утверждают, что юные убийцы нападают не потому, что их зомбировали видео и мемы в социальных сетях, а потому, что они мстят обществу, так как считают, что общество причинило им боль. Размышляя на эту тему, мы обратились к известному республиканскому психологу Рамилю Гарифулину, который детально объяснил нам, почему дети считают себя жертвами и является ли агрессия всего лишь ответом на встречную агрессию. С моей точки зрения, здесь имеет место наложение двух факторов. С одной стороны, это психологическое состояние учащихся, а с другой стороны, ситуация, вызвана какими-то обидами, какими-то процессами негативными, которые происходят в обществе. Итак, психологическое состояние – это аддиктивность, зависимое поведение. Молодежь у нас имеет слабую эмоциональную волевую сферу, есть ценности, без которых у них возникает различного рода тревоги, приступы даже. И это и есть зависимость, аддикция. То есть аддикция имеет место тогда, когда есть отношение к какой-то ценности, без которого у человека возникает страдание. Когда происходят подобные случаи, каждый раз можно услышать, что главным виновником происходящего являются агрессивные компьютерные игры. Про влияние интернета в таких случаях говорят всегда. Да, надо признать, что наши учащиеся чаще и чаще целыми днями вечерами убивают кого-то виртуально. И вот эти установки иногда на оперативное уничтожение кого-то, на виртуальном пространстве, понятно, что переносятся на реальный мир. Многих волнует, как обезопасить детей и что предпринять, чтобы не войти в перечень чрезвычайных происшествий. Впрочем, на случай конфликтов между школьниками схемы действия не нашли даже сотрудники охраны. Но мы попытались. Профилактикой всего этого является первое, конечно же, эмоционально-волевое развитие учащихся. Эмоционально-волевое развитие учащихся возможно только в процессе преодоления. Радость и ценности, которые привязывают ребенка к жизни, должны быть наградой за преодоление. И вот, когда ценности появляются благодаря преодолению, и вот над этим надо работать. При упоминании об убийцах холодеет кровь в жилах, но страшнее всего, когда эти убийцы дети. Когда преступление совершает зрелая личность, то его можно объяснить трудным детством, недостатками в воспитании, средой, в которой преступнику приходилось вращаться. Совсем по-другому воспринимаются дети-убийцы. Так какова причина на самом деле? Предположений много, и говорить о них можно еще очень долго. Но, несмотря на все это, вопрос по-прежнему остается открытым. Адель Шамилова, Ленар Довлетяров, Неверньюз.